Звуки дрели, молотка, громкая музыка, крики и грохот мебели – с этим сталкивалось большинство россиян, проживающих в многоквартирных домах. Подобный шум не только мешает хорошо выспаться, заняться учебой или работой, но и при выполнении повседневных дел подрывает в психику соседей, вынужденных слушать грохот. К счастью, давно придуман закон для того, чтобы соседи между собой не решали вопросы, связанные с шумом на кулаках, и регулировали проблемы цивилизованно. В нашем регионе сейчас определено время тишины с 11 вечера до 7 утра. Нарушителей ждут штрафы. Предусмотрены штрафы. Штрафы по физическим лицам от 1000 до 2000 рублей, по юридическим лицам от 5000 до 10 тысяч рублей. И, соответственно, жаловаться необходимо, если нарушается уровень шума, какие-то вечеринки у вас соседи проводят, то в полицию. Полиция все приедет, зафиксирует и оформит административный протокол. Если к ночному времени тишины рязанцы постепенно привыкли, то теперь, возможно, появятся и дневные часы, свободные от шума. Законопроект одобрило правительство Рязанской области, после чего его должны рассмотреть в областной думе. Законопроектом устанавливаются периоды времени, на которые распространяется действие закона. С 22 часов до 8 часов. Кроме того, предлагается ввести период тишины с 13 до 15 часов. В целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым требуется дневной сон. Остается ждать, как к появлению сиеста отнесутся ремонтники, заработок которых напрямую зависит от выполненных работ. Видимо, им придется переносить все шумные манипуляции на другое время. А уже сейчас молодые мамы обрадовались появлению новости о дневном времени тишины. Я как мать, в принципе, немножечко поддерживаю все-таки это решение, потому что я сталкивалась с огромным количеством людей, которые жалуются действительно на ремонт и шумы вокруг. Девчонки действительно жалуются о том, что все эти лишние шорохи, топоты, дрели и так далее очень сильно мешают днем. И как бы, ну тут можно понять две стороны и ту и другую сторону, но мне кажется, что это нужно нам. Укачать, уложить ребенка достаточно сложно в обеденное время, все дети у всех разные. Родители малышей отмечают, что часто необходимо потратить много нервных клеток на то, чтобы уложить детей. Так что сопутствующие шумные звуки не только не дают спокойно спать малышам, но и еще больше давят на психику взрослых. Мамам же тишина в обеденные часы также может пойти на пользу. Они смогут отдохнуть, уделить время себе или домашним делам и наполниться новой энергией.